Привет! Вы на канале Виноголик. В сегодняшнем выпуске будем вращать бокал с вином и наблюдать за ножками на стенках. Наверняка вам известны эти следы вина в виде потеков. Французы их называют винные ножки, англичане винные слезки, а немцы церковные окна. А многие до сих пор считают ножки признаком качества. Давайте разбираться, так ли это. Уже полторы сотни лет объяснения этого красивого явления традиционно связывают с разницей поверхностного натяжения воды и спирта. Еще в XIX веке итальянский физик Карло Марангони описал этот процесс. Лишь совсем недавно физики обнаружили, что в динамике винных ножек эффект Марангони играет хотя и заметную, но далеко не определяющую роль. В американском университете Ламар разработали динамическую модель винных ножек, основанную на смачиваемости поверхности бокала. Когда вы держите бокал с вином, у вас в руке три вещества. Твердое, бокал, жидкое, вино и газообразное испарение. Если покрутить вино в бокале, оно попадет на стенки и начнет скатываться вниз, но не так быстро, как вода. Капли вина будут более пластичными, потому что их поддерживают испарение, поднимающееся по краям бокала. Они, кстати, всегда идут по диаметру. Ножки – это медленно стекающее вино по причине разницы температур испарения. Чем больше этанола в напитке, тем интенсивнее идет этот процесс. Чем жирнее ножки, тем крепче вино.